Едем за покупками. Будем узнавать, что тут в итальянских магазинах лучше покупать, если вы уже оказались в другой стране. В Италии можно без страха покупать свежую, точнее не свежую, а запечатанную выпечку. Вот такого плана всякий. Вот это хорошая фирма, кстати. Это все очень вкусно, несмотря на то, что оно запечатанное. Даже вкуснее, чем многое свежее, то что продается у нас. Также, конечно, здесь, естественно, много пасты. И эта паста стоит дешевле, чем какие-то другие крупы. Поэтому есть смысл покупать именно пасту. Сравнительно с тем, как у нас дома, здесь есть Рио-Тунец. Он очень классный и очень здесь недорогой, сравнительно с тем, что у нас. То есть, можно за 5 евро купить большую пачку. Я себе за 3 евро прошлый раз покупал, при том, что обычно всякие нарезки здесь стоят, ну, как бы дороже. И есть смысл есть рыбу и тунец. Конечно же, не забываем про кофе. Здесь есть лавацца. Тот, который точно вкусный. Это вот такой вот золотой. Фрукты, овощи у нас есть дома. Их там много. А здесь есть волшебные такие равиольки, пельмешки, которые очень быстро и легко варятся, очень вкусные и стоят довольно-таки недорого. Да-да-да. Также не забываем про сыр и моцарелла. Три штуки, три таких комочков. Стоит 3 евро. Это здесь цена, которая равноценно яблокам, килограмм яблок. Поэтому яблоки у нас есть дома. Здесь мы будем брать моцареллу. А где моцарелла? Ну и по алкоголю, конечно же, есть смысл пить вино. Хотя пиво здесь тоже неплохое. Стоит в среднем 1 евро. Но за 3 евро вы можете купить большую бутылку ламбруско. И все вино здесь настоящее, не прошковое и очень вкусное. Поэтому мы все-таки отдаем предпочтение вину. Если в целом, то мой подход следующий в покупках в других странах. Я покупаю то, что, во-первых, дешевле и то, что я не могу купить у себя дома. Ну, например, очень люблю. То есть, другими словами, те же яблоки я заменяю тунцом. Моцареллой я заменяю там другой любой сыр, типа российского или какого-то смытанкового. Хлеб можно брать любой. Круассаны можно брать просто на завтрак. И в итоге, получается, на завтрак у нас есть круассаны. На обед можно сделать себе гречку, привезенную из дома с тунцом. А на вечер взять пасту, допустим, с сосисками или, наоборот, гречку с сосисками и пасту с тунцом. Ну, примерно вот так вот. Так, крайний день раскатывается ливенья. Сегодня очень сильный ветер. Прямо останавливается. Прямо от меня. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...